Выдержав почти двухнедельную паузу, уханьский синдром перешёл в масштабное наступление. Первый подтверждённый случай заболевания в Шанхае. Сразу 14 человек госпитализированы в провинции Гуандун. Двух пассажиров сняли с рейса уже и в крупнейшем в мире пекинском аэропорту Досин. В самой же Ухане, откуда и началась эпидемия, число заражённых до этого неизвестным типом коронавируса увеличилось с 40 до 200 человек. Сегодня же стало известно о третьем скончавшемся пациенте. В настоящее время речь идёт о 35 пациентах с тяжёлой формой болезни и 9 пациентах в критическом состоянии. Все они изолированные. Симптомы схожи. Температура, сильная одышка, лихорадка, у многих поражение лёгких. И вот уже центральное телевидение Китая начинает выпуски новостей со специального заявления главы КНР. Дикторы зачитывают указания Си Цзиньпина партийным чиновникам. Мы должны сделать всё возможное, чтобы вылечить пациентов, как можно быстрее выявить причины вирусной инфекции и её передачи, усилить надзор за случаями и стандартизировать процесс лечения. Ситуация действительно сложняется тем, что в Китае начался так называемый сезон Чунь-Юнь, когда миллионы китайцев разъезжаются по родным городам праздновать китайский Новый год. И риски распространения вируса увеличиваются в сотни, если не в тысячи раз. Но здесь это никого не останавливает. Надо просто помнить про личную гигиену, и всё будет в порядке. Большинство заболевших в Ухане так или иначе оказались связаны с местным рыбным рынком. Неудивительно, что именно его в первую очередь и объявили опасной зоной и закрыли на дезинфекцию. Вот только на китайских рыбных рынках продаётся абсолютно всё, что угодно. От устриц до живых змей. В общем, любая живность, и что же именно стало источником вируса, так до сих пор и не выяснили. Единственное, чему вирусологи склоняются единогласно. Так называемым резервуаром инфекции стали именно животные, подозревают летучих мышей. В некоторых китайских провинциях это до сих пор любимое лакомство. Но если сначала говорили, что новая болезнь от человека к человеку, скорее всего, не передаётся, сегодня подтвердились самые худшие опасения. Как минимум 14 медиков заразились от заболевших пациентов. Мы немедленно поделились с Всемирной организацией здравоохранения информацией о генетической последовательности коронавируса нового типа. Если другие страны обнаружат подозрительные случаи заболевания, мы будем рады любым данным для предотвращения распространения вируса и его контроля. Опасность ещё и в том, что вирус может мутировать. Но, по словам китайских врачей, у них всё под контролем. Как и у санитарных служб во всех аэропортах и вокзалах. Вирусологи в защитных костюмах устраивают проверки прямо на борту самолётов. Но даже при таких мерах защиты новый коронавирус уже просочился в соседние страны. Сингапур, Япония, Таиланд. Сегодня стало известно о первом заражённом в Южной Корее. Только в московском Шереметьево в день приземляется 10 самолётов из Китая. Пекин, Гуанчжоу, Урумчи, Шанхай. Три рейса в неделю выполняются из того самого города Ухань. Внимание к гостям из Поднебесной. В аэропорту теперь повышенное. По лицам тех, кто прилетел из китайской столицы, так сразу и не скажут, что в той части света появилась какая-то загадочная болезнь. Это далеко. Я в жизни вообще не был в Ухане. Даже не заметил напряжённости в людях. Там какие-то дополнительные маски. Даже сейчас меньше масок стало. Но про пневмонию из Ухани слышали, конечно, все. Будете проверяться? Фух. Ну вообще по-хорошему надо бы. Теперь сотрудники санитарно-карантинного пункта первыми, даже раньше пограничников, подходят к самолётам из Азии. Вот как будто кто-то снимает пассажиров на маленькую камеру. А уже через несколько минут проверен весь рейс. На экране сейчас такого приятного жёлтого цвета. Это значит, что температура моя в норме в районе 36 градусов. Это переносной дистанционный тепловизор. Прибору всё равно, обычная простуда у человека или опасный вирус. Но в любом случае температура – это уже сигнал для врачей. С 1 января 2020 года лиц, прибывших из КНР с повышенной температурой тела, не выявлялись. Подобные меры безопасности сейчас во всех пограничных пунктах пропуска. При этом ограничения международных поездок и торговли пока не рекомендуется. Опасную болезнь изучают во всех странах. В лаборатории российского Минздрава начали разработку экспресс-теста для выявления нового вируса. Зная последовательность, мы собираем, как из лего, из кубиков, фрагменты вируса. Естественно, это не инфекционный материал, это фрагменты его ДНК и РНК. И потом, соответственно, используем их в качестве положительных контрольных образцов. За месяц будет готов прототип, и тогда точная диагностика вируса из уха не займёт всего 15 минут.